Никаких компромиссов с властью, даже ради евроинтеграции Украины. Это позиция лидера свободы Олега Тягнебока, которую он озвучил в эфире Радио Свобода. Идти на компромисс с той владой, это просто злочин сегодня. Потому что эта влада, если что-то и делает, то она делает в своих интересах, а не в интересах украинской державы. В чей огород был брошен этот камень, Тягнебок не уточнил. Но на минувшей неделе Юрий Луценко, лидер общественного движения Третья Украинская Республика, призывал оппозиционеров к временному союзу с нынешним президентом ради подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Я категорично наполягаю. В зовнішній політиці до подписання у вільносі угоди Янукович наш попутник. И поки не просохне Чернило під його підписом з угоди ассоціаций Україна-ЕС, він наш союзник в зовнішній політиці. На другий день після просохання Чернило він знов наш ворог, якого треба перемогти на президентських выборах 2015 року. А вот нового американского посла Джеффри Пайта впечатлило сходство во взглядах украинской власти оппозиции как раз в вопросах евроинтеграции. В этом он признался после встреч с президентом Виктором Януковичем и лидером Бытьковщины Арсением Яценюком. В этих двух встречах меня впечатлила степень совпадения оппозиции, которую я увидел у украинских политических лидеров относительно их преданности европейскому выбору Украины.